Привет, с вами SM Films, и визуальные эффекты за все годы существования кино прошли огромный путь. Смотришь сейчас на какие-то старые фильмы и думаешь, как вообще такое можно было в прокат выпустить. Хотя на тот момент все считали это прорывом, и все были в шоке от происходящего на экране. Но наверняка в будущем мы будем смотреть на фильмы 2018 года и орать с того, что снимали раньше. Тем не менее, сегодня мы посмотрим на сцены в фильмах, в которых графика вышла вполне неплохо, а также на то, как эти сцены выглядели до спецэффектов. Давненько мы с вами не говорили про это. Поехали. А начнем мы с фильма Человек, Муравей и Оса, который все еще идет в кино, и может фильм не взорвался, как те же Мстители, но все же его стоит посмотреть. Лучшие визуальные эффекты это те, которые не были замечены. И несмотря на то, что в фильмах Марвел гора визуальных эффектов, которые несложно найти, им все равно удается создавать реалистичные сцены со спецэффектами, которые мы все равно не замечаем. Например, переносная лаборатория, даже когда она в реальном размере, не существует на самом деле. Здание было полностью создано в графике, за исключением входной двери. На самом деле, только небольшая часть фильма была снята в Сан-Франциско. Остальные кадры были частично воссозданы в 3D, чтобы казалось, что фильм полностью снят в Сан-Франциско. Также в некоторых кадрах, когда кажется, что трюки выполняли настоящие актеры, трюки выполняли их графические двойники. На девятом месте сериал «Мир Дикого Запада». Многие эффекты в этом сериале были сделаны прямо на съемочной площадке, но это не всегда возможно, поэтому в дебютном эпизоде было более 300 кадров с визуальными эффектами. Более заметные визуальные эффекты в основном касаются изменений внешнего вида героев и добавления дополнительных графических объектов в кадр. В фильме «Код доступа Кейптаун» студия по визуальным эффектам Imagine Engine создала 371 кадр со спецэффектами. В некоторых кадрах понадобилась полная замена предметов. Например, здесь с фургоном, чтобы создать более драматичное разрушение машины, пришлось полностью создавать фургон в 3D и заново воссоздавать эту анимацию. Где-то также усиливали взрывы и другие разрушения, чтобы сделать эффекты более эффектными. Также было много кадров с добавлением людей, например, здесь на стадионе людей добавляли с нуля. Изначально стадион был пустым. То есть, в общем, фильм наполнен крутыми, но незаметными эффектами, за что студии можно сказать только спасибо. Как и во многих фильмах, спецэффекты в «Чудо-женщине» были использованы для усиления различных эффектов или усиления человеческих способностей. Многие трюки были выполнены актерами, но есть вещи, как запрыгивание на пятиэтажное здание, которое обычный человек выполнить не может. Одной из самых сложных сцен была сцена с битвой на пляже. Им приходилось записывать действия, которые происходят на переднем плане, на среднем плане и на заднем плане отдельно, и потом соединять их воедино в одном кадре. И, конечно, место, которое показывается в фильме, не существует на самом деле, поэтому было использовано огромное количество визуальных элементов, чтобы создать этот интересный мир. Очень талантливая команда специалистов по визуальным эффектам смогла создать один из самых правдоподобных апокалиптических фильмов. Во время просмотра вы наверняка задавались вопросом, как они сделали так много мертвецов? Я думаю, вы догадывались, что многие сделаны в графике, но на самом деле почти все они сделаны в 3D. Было использовано вплоть до 8,5 тысяч моделей для одной сцены, каждый из которых так или иначе отличается от других. В отдельных случаях, чтобы создать огромную толпу, они создавали дубликаты до 25 тысяч мертвецов. Также была проделана огромная работа по изменению окружения и многих других вещей. Студия Ильюра, отвечавшая за спецэффекты в фильме Джуманджи, создала более 160 кадров со спецэффектами за весь фильм. Эффекты применяли во многих экшн-сценах, которые включали полет на вертолете, бегство от стада носорогов, драки и так далее. Например, в одной сцене, где герой скалы должен был ударить врага дубиной, использовалась 3D-модель Дуэйн Джонсона. Причем многие эффекты применяли даже в те моменты, когда можно было обойтись и без них. Сначала создавался скелет, затем добавляли мышцы, кожу и одежду, чтобы он был максимально похож на настоящего героя. Как правило, такие визуальные трюки используют, если снять кадр очень опасно или затратно, и выгоднее просто сделать модельку актера. Также было огромное количество цифрового окружения, графические водопады и джунгли, 3D-звери и так далее. В фильме «Экипаж» съемочная группа не имела возможности снимать сцены на территории работающего пассажирского аэропорта, поэтому терминалы и самолеты для них смоделировали на компьютере художники студии Atomic Fiction. Все интерьерные кадры, в том числе сцену аварийной посадки самолета днищем кверху, снимали в павильоне. Производственный отдел отстроил декорацию фюзеляжа, который закрепили на подвижной гидравлической платформе, вращавшей конструкцию на 180 градусов. При этом производственный бюджет в размере 31 миллион долларов не позволил группе задействовать программируемый экран для управления движением. Синхронизация съемки кабины и салона самолета осуществлялась вручную в программе для композинга. Итак, во-первых, этот актер явно заслуживает Оскар. Его игра в фильмах «Планета обезьян» просто поражает. Эти фильмы также хорошо показывают, на что способна технология по захвату движения, которая и сделала аватар таким революционным. И что интересно, в этих фильмах они бы возили актеров в настоящие локации. Обычно в таких фильмах они записывают движения актеров в студии, а тут прям в лесу. Также специалисты из команды говорят, что каждой обезьяне они нарисовали миллионы волос. Детализация хорошая. И что поражает больше всего, это эмоции, которые они смогли передать 3D-моделям обезьян. Интересный факт насчет «Стражей Галактики» это то, что они не снимают их на самом деле в космосе. Да, я тоже был в шоке. Это означает, что практически каждый кадр должен быть так или иначе скорректирован специалистами по визуальным эффектам. Особенно, когда один из персонажей – это говорящий енот, говорящий с говорящим деревом. В фильме «Стражей Галактики 2» команда Frame Store проделала огромную работу, чтобы создать танцующего Грута, енота без кожи, а потом с кожей, конечно же, а также более 2000 кадров с эффектами, начиная с различных существ, космических кораблей, заканчивая масштабными космическими погонями. В отличие от других, в этом фильме визуальные эффекты помогали делать сразу 12 команд. Суммарно эти команды создали 1727 кадров с визуальными эффектами. Туда входили кадры с пришельцами, космическими кораблями, а также другими важными, но в то же время незаметными вещами. Некоторые из этих кадров были созданы полностью в компьютерной графике. А на этом все на сегодня. Дайте знать в комментариях, какие ваши любимые спецэффекты в этих фильмах, а также дайте знать, если вам интересно, чтобы мы рассказали еще о нескольких фильмах до и после спецэффектов. А также подписывайтесь на канал, если еще не подписались, ставьте лайк и увидимся в следующих выпусках. До скорого!